Дорогие друзья, всем здравствуйте! В преддверии праздников многочисленных сегодня мы хотим поговорить о том, как же сохранить красоту и молодость на долгие-долгие годы. Может ли женщина абсолютно в любом возрасте выглядеть красиво, молодо и не страдать морщинами? Возможно ли это сегодня? И какое влияние оказывает ботекс и ботулинотерапия на твой организм? Почему мы сегодня решили разобрать эту тему? Ну, первая, самая важная причина, потому что, ну, как я уже сказала, скоро много праздников, это и мужской день, и женский день, и, конечно, мы от всего Клуба успешных врачей хотим, чтобы вы прекрасно выглядели, да, тем более скоро весна, чтобы вы цвели, молодели, ну, и обретали красоту. Тем более, что на сегодняшний день, безусловно, это возможно. Вторая очень яркая причина, что сейчас очень много разговоров разных блогеров, врачей выступает на тему вообще ботулинотерапии. И здесь мнения разделились. Я думаю, наверняка вы уже знакомы с тем, что одни врачи за ботулинотерапию, другая группа врачей абсолютно против ботулинотерапии. Если вы будете колоть ботекс, будет ли у вас привыкание, и вы никогда не сможете от него отвыкнуть? Если вы будете колоть инъекции, правда ли, что может ваше лицо стать ещё хуже, тяжелее? Правда ли, что вы никогда больше не будете видеть своё прежнее лицо, которое было до инъекции? Ну и как вообще ботулинотерапия влияет на ваш гемостаз? Все эти вопросы, если вам интересны, сегодня мы обязательно разберём в нашем подкасте. Сегодня собрались потрясающие врачи, которые специально пришли для того, чтобы рассказать вам, что можно выглядеть молодо и в 50 лет, и в 60, и даже в 70 лет. И поверьте, это возможно. Ну а уж в 30, и в 40 это тем более возможно. А как это сделать, сегодня мы расскажем. И действительно ли так нужно бояться ботекса, как про это говорят? Сегодня с нами Светлана Федяшина, врач-косметолог, специалист в области аппаратной и инъекционной косметологии. Маргарита Россова, врач-невролог, эксперт в области лечения головной боли. И Маргарита как раз-таки борется с неврологическими патологиями путём ботулинотерапии. Елена Миронова, врач-гастроэнтеролог, терапевт, автор онлайн-курса «Гастрит. Жизнь без боли в животе». Светлана Бехтина, врач-косметолог, эксперт в области аппаратной и инъекционной косметологии. Иван Пилипец, врач-гематолог, лучший гематолог Москвы 2023 года. Также с вами Ольга Придухина. Я напоминаю, что в нашем подкасте вы видите только врачей. Я поясню, да, я всегда здесь делаю остановку, люди с высшим медицинским образованием, которые имеют дипломы, сертификаты и ежедневно, ежедневно помогают людям бороться с проблемами здоровья, улучшают качество жизни и имеют огромное количество пациентов. Являются участниками Клуба Успешных Врачей, поэтому, безусловно, мнению наших врачей можно доверять. Тем более, посмотрите, врачи абсолютно разных специальностей сегодня расскажут вам о том, как же сохранить и вообще приобрести вашу красоту и молодость. Потому что кому-то надо не сохранить, а наоборот стать более красивыми, более молодыми. И, соответственно, так сказать, привнести новое дыхание в свою жизнь. Дорогие друзья, специально для мужчин я разработала комплекс «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина, который улучшает потенцию, восстанавливает либидо, влияет на качество сперматозоидов и повышает уровень тестостерона. В своем составе содержит цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и йохимбина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие с первых дней приема. Принимает по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс на месяц. Абсолютно натуральный состав, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, ртути и помогает практически с первых дней приема. Заказать можно прямо сейчас. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Ну что, коллеги, конечно же, ботулинотерапия вообще. Как к ботоксу относятся косметологи? Прямо сейчас мы слушаем Светлану. Всем здравствуйте. Да, по поводу ботокса, это вечный такой камень преткновения среди многих врачей. Кто-то за, и косметологи, и неврологи, кто-то категорически против, но косметологи, конечно, за, потому что в грамотных руках это можно использовать очень хорошо на любой возраст. Но опять же, здесь нужно учитывать, что если ничего не делалось, например, до 50 лет, или первый раз пациентка обратилась в 30 лет, то есть результат на выходе будет совершенно разный, потому что ботулинотерапия в нашем случае, в случае с косметологией, это больше как-то профилактика, нежели лечение. То есть чем запускать, скажем так, вот этот весь процесс образования мимических морщин и прям заломов, лучше это предотвратить и условно в те же 50, не быть шарпеем, и выглядеть хорошо и молодо. Опять же, то есть это процедура, которая не по возрасту делается, а по показаниям, потому что у всех активность мимических мышц, она абсолютно разная. Кто-то и в 30 ходит весь гладкий и вообще без разницы, а кто-то уже в 20 и уже лобик, вот весь прям начинает формироваться, вот эти заломы. Поэтому здесь на возраст мы не смотрим, в паспорт не заглядываем. То есть, ну, понятно, что, да, раньше 18 лет мы ничего не делаем, это таков закон у нас, но, например, у меня самая молодая пациентка на ботулинотерапии была в 23 года, первый раз она ко мне обратилась, и в целом это было единственное, что мы ей делали, то есть никаких больше уколов, никакой там биоревитализации, там вообще об этом разговоре даже не шло, то есть лобик закалывали, и, соответственно, то есть сейчас ей там уже почти 30, она чувствует себя прекрасно, она ходит достаточно редко ко мне, потому что за то время, пока у нее изначально и первые разы ботокс стоял, она отвыкла от такой активной мимики, и, соответственно, сейчас уже это, ну, ей в таком количестве это просто не требуется. Соответственно, если мы говорим о пациентках более старшего возраста, да, то есть кто, например, уже использует наши процедуры такие, как та же биоревитализация, например, да, то есть когда мы работаем еще с чем-то, я предпочитаю ботоксом закрывать курс вот таких процедур. То есть объясню, почему. Мы сейчас не берем так называемый коктейль Монако, который колется, да, вместе, скажем так, да, с гиалуронкой. Это немножечко другая история, то есть мы сейчас говорим конкретно, например, там, про лоб, да, конкретно про миньку. Я люблю сначала поработать непосредственно над качеством кожи и, скажем так, ботоксом всю эту картину завершить и уже, как бы, не переживать, что гиалуронка та же, да, которая будет немножечко, да, рассасываться, расходиться в коже, что она немножечко ботокс за собой потянет. То есть у меня даже коллеги как-то замечали, кто пытались там в одну процедуру совмещать, да, то есть нехорошо получается, то есть выведение ботокса отмечается быстрее, скажем так, чем если ставить его изолированно. Поэтому, то есть мы проводим там курс биоревитализации, к примеру, и сверху закрываем эту ботулинотерапию уже как крайняя процедура и отпускаем пациента гулять. То есть вот в таком ключе это работает здорово, и опять же мы не смотрим в паспорт. Спасибо, Светлана. Еще вернемся обязательно к этому вопросу. Маргарита, ну, вы как невролог ежедневно встречаетесь, я думаю, с данным ботулинотоксином, да, ботулотоксином, и используете его в лечебных целях. Вот расскажите нам, пожалуйста, про это. Добрый вечер, я всех приветствую. Конечно же, я работаю с ботулиническим токсином, и работаю я с 2009 года. То есть стаж у меня достаточно большой по этой теме, и, собственно говоря, работаю с многими видами ботулинических токсинов, я проходила обучение специальное по этой теме, и эта тема мне всегда была интересна, так как я всегда что-то изучаю, учу, и вот тема ботулинического токсина тоже была для меня достаточно актуальна, как еще помочь пациентам. Что хочу рассказать. Ну, когда был круглый стол у нас научный, там, конечно, я говорила о том, что я очень много выколола, исколола такого препарата, говорю, литрами. Ну, наверное, так оно и было. Естественно, при отборе пациентов на проведение ботулинотерапии обращаешь внимание на то, какой у него коморбидный фон, то есть какие еще есть у него сопутствующие заболевания. Естественно, не берем пациентов с иммунодефицитами, естественно, не подходят пациенты более возрастные. Конечно же, сразу отметаются пациенты с миостеническими синдромами и, естественно, с миостенией. По показаниям, даже в инструкции по применению ботулотоксина, ботокс можно применять с двух лет детям при гипертонусе мышц при ДЦП. То есть противопоказаний в этом никаких нет. Конечно же, не берем пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, с какими-то воспалительными заболеваниями в области введения ботулинического токсина. И в неврологии есть, конечно, такой момент, что при введении в крупные мышцы, мышцы руки, мышцы ноги, мышцы шеи, используется, как правило, электронейромиограф. Это достаточно… Есть приборы портативные для электронейромиографии, а есть такие стационарные аппараты. Я в основном пользовалась стационарным, потому что я работала в стационаре, и мне было очень удобно взять человека, отвезти его в кабинет электронейромиография и делать там уже, соответственно, процедуры. В косметологии, конечно, используется количество препаратов значительно, в разы, даже в десятки, может быть, раз меньше, чем я применяю пациентам с неврологической патологией. То есть, допустим, того же ДИСПОРТа, это где-то 100 единиц в косметологии, ну так, грубо говоря, а в неврологии можно использовать до полутора тысяч единиц. Вот. Что хочу сказать. Переносимость препарата вот на всей моей практике была достаточно хорошая. Ни разу я не отмечала таких грузных осложнений, как иногда описывают нарушение глотания, слабоисторичная мышца, в которой проводились препараты, да. Единственное, когда лечили блефороспазм или лицевой гемиспазм, там могли быть опущение века, опущение брови, но особенно у тех пациентов, которым эта патулинотерапия проводилась впервые. Никогда не было двоения в глазах диплопии, то есть, и не было каких-то дискомфортных явлений в этой области. Естественно, что всегда перед тем, как колоть, пациента собирался анамнез на предмет того, принимает ли пациент аспирин и другие препараты, которые препятствуют свертыванию крови. И эти препараты, если это было возможно, и настолько была необходима ботулинотерапия, отменялись до проведения ботулинической терапии в среднем где-то за 10 дней, за 2 недели. И уже пациент приходил на эту терапию без приема данных препаратов, чтобы не было осложнений, не было каких-то гематом, потому что препараты вводятся в мышцу. Если эта мышца крупная, то это глубоко, в мышцу, и дабы избежать гематом, то, конечно же, проводился еще и такой анамнез. И за весь период моей работы с ботулиническим токсином, что было? Мог вообще не подействовать на пациента. Было такое, то есть вообще не было никакого эффекта. Чем это объяснить, я не знаю, честно говоря. Читала и литературу, и все. Но в другой раз, коли же такой же препарат, он работает. Причем было так, что пациенту, возможно, с блефороспазмом, с лицевым гемиспазмом не нужна была большая доза патулинического токсина, и разводили, и делали, допустим, на двоих пациентов. У одного все прекрасно, прекратился этот патологический спазм, ушли гиперкинезы лицевые, а у другого вообще никакой реакции. Такое было. С чем, вот я уже говорю, я не знаю, такая ситуация такая возникала. Что еще было? Были, если у человека не болела голова, иногда при лечении лицевых гемиспазмов могли начаться головные боли. Но, как правило, головные боли уходили. Если они были как бы сопутствующие патологии, они уходили. Также есть в рекомендациях и в инструкции к ботулиническому токсину такая статья, вернее, такое показание, как применение его при головной боли. И есть у меня пациенты, которые регулярно приходят, кто раз в 4 месяца, кто раз в 6 месяцев, для того, чтобы снимать вот этот патологический мышечный спазм. Чаще это височные мышцы, затылочные области мышцы, иногда жевательные мышцы при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. И туда вводится ботулинический токсин в определенной дозировке. И пациент забывает о своей головной боли, соответственно, он не принимает никакие анальгетики. И этот ботулотоксин со временем перестает действовать, но он приходит на повторный прием. Но их действие еще сохраняется. И вот кто-то приходит раз в год, кто-то приходит раз в 6 месяцев, как я сказала, раз в 4 месяца. Но, конечно, если это крупные мышцы, конечно, это нужно повторять лечение через где-то 4 месяца. Но восстановление происходит у всех. Ни у кого я не видела ни атрофии, ни гипотрофии ни разу. Я не видела того, чтобы, как говорят, что вот все, мышцы парализуются, восстановления нет. Нет, такого не видела я ни разу. Если у человека идет регенерация нервного волокна, то всегда все восстанавливается и все прекрасно проходит. Ну, я не могу сказать, что это прям такой единственный препарат, суперпрепарат. Надо понимать, что это ботулинический токсин. Использовать его в медицине начали еще в начале 20 века. Как раз использовали впервые, очищали его очень высоко и использовали для лечения блефороспазма. Потому что блефороспазм, это, конечно, он очень мешает людям жить. Это эстетическая проблема. Чаще страдают женщины. Происходит непроизвольное смыкание глазной щели, усиливающейся при ярком свете, при освещении. То есть, по сути, женщина не может открыть глаз. И это на самом деле очень печально. То есть, она не может видеть, она не может идти. И ее это, конечно, беспокоит очень сильно. И вот эти гиперкинезы, потому что это к гиперкинезам относится, конечно же, они достаточно усложняют жизнь. И когда она после введения ботулинического токсина открывает глаза и ходит несколько месяцев без проблем, а иногда потом эта патологическая импульсация прекращается, и пациентка вообще, по сути, забывает о том, что у нее был блефороспазм, то это, конечно, играет огромную прям эстетическую роль, и психологический момент у человека упирается, и вообще человек себя чувствует нормальным, здоровым, адекватным. И также я использую ботулинический токсин для лечения асимметрии лица при невропатиях лицевого нерва, когда развивается парез, особенно, ну, конечно, к этому приходят женщины. Мужчины реже, они как-то настроены на ботулинический токсин так остро, что это такое, что вы не собираетесь делать, но, тем не менее, при показаниях они приходят. Конечно, у мужчин дозы ботулинического токсина – это максимальные женские, у мужчин – начальные. То есть им вводишь гораздо большие дозы, естественно, это материальные затраты гораздо больше. Ну, и на мужчин ботулинический токсин как-то действует все-таки меньше, по моей практике, чем на женщин. Бывает, да, что эта доза цена-то, извините, у препарата совсем немаленькая, то эта доза просто на него мышцы не срабатывает, так как все-таки мышечная масса у мужчин гораздо больше, чем у женщин. Что я еще хочу сказать про ботулинический токсин? Ну, тот, в котором в виде он продается в аптеке, да, тот ботулинический токсин, который спрятан в бутылочку, то, в принципе, он опробирован, на нем проведены различные исследования. Я использую европейские препараты, да, все-таки там проходят они очень тщательную проверку, тщательную очистку. И, конечно же, минимальный вред он может нанести, этот препарат. Понятно, что если мы съедим кластридиум ботулином, да, вот эту бактерию с ее спорами и тому подобное, то вероятность есть уйти на тот свет, да, но от этого препарата как бы я ни разу не видела ни аллергической реакции, ни того, чтобы там какие-то дыхательные нарушения возникали и еще что-то. Я, конечно, не пою оду ботулиническому токсину. Здесь нужно подходить очень тщательно, особенно к лечению. Надо отбирать пациентов, собирать анамнез и подбирать соответствующую дозу каждому пациенту. Бывает, первый раз ты делаешь пациенту по дозам, которые рекомендованы, введение в эти мышцы, и, соответственно, потом уже второй раз значительно легче уже понимаешь, что, для чего и как. Также ботулинический токсин я использую для лечения гипергидрозов, подмышечных падин и ладоней, потому что иногда вот этот гипергидроз реально отпортит человеку жизнь, ничем не управляемое вот это течение из подмышек, эти влажные ладони, с которых капает вода. Это, во-первых, неприятно ему здороваться, и вот тут часто приходят как раз мужчины, потому что женщины, как правило, руками редко здороваются, здороваются мужчины. И когда он здоровается своей липкой, холодной ручонкой, из которой капает этот пот просто ручьем, естественно, никому неприятно, и в первую очередь ему самому. Ему приходится это вытирать, и после лечения, когда он видит результат эстетический, и, как правило, вот при лечении гипергидроза эффект держится гораздо дольше, то раз в год где-то приходят пациенты для лечения. На чем основано действие ботулинического токсина? Он блокирует передачу нервного импульса от нерва к мышце. И почему его действие тоже не сразу проявляется, то есть укололи, да, и должно, по мнению пациентов, как у меня одна пациентка ушла домой, через 20 минут мне звонит, говорит, а почему у меня до сих пор морщины там не прошли, почему у меня лицо дергается, почему у меня там все еще никак не пришло в порядок-то, я ей отвечаю, говорю, я же вам рассказывала. В течение двухнедель нарастает эффект от препарата, потому что еще между нервом и мышцей сохраняется вот этот медиатор, который вызывает сокращение мышцы. То же самое и при лечении гипергидроза, при введении ботулинического токсина он прекращает иннервацию потовой железы, и потовая железа перестает так активно функционировать. Я говорю, вы дайте время препарату поработать, пока закончится ваш ацетилхолин, это нейромедиатор, который вызывает сокращение мышцы между нервом и мышцей, вот этот синод, когда закончится, когда он полностью перестанет там быть, он его инактивирует, его фермент, тогда у вас и начнутся клинические результаты, клинические эффекты. Вот. Сказать, что под времени года зависело, в некоторых вот как бы инструкциях описано, что, допустим, лучше летом колоть, тогда эффект больше. Я бы так не сказала. Есть эффекты зимой прекрасные, есть эффекты летом замечательные, вот. И поэтому тут нельзя сказать, ну, по крайней мере, на моем опыте, я не могу этого сказать. Вот. С косметологической целью меня просили мои пациентки, которые с вот этими как раз с лифороспазмами, и они потом приходили просто с косметологической целью даже ко мне обращались, чтобы убрать морщину там межбровную, в основном межбровную, ну, и асимметрия лица кое-где тоже можно поправить, ботулиническим токсином. Вот. И могу сказать, что результаты хорошие, главное не переборщить, главное сделать достаточную дозу адекватную, и не нужно делать его часто, то есть нужно дать возможность мышце восстановиться. И когда ко мне приходят там, ой, через 3 месяца у меня вот тут действие вот уже ослабевает, вот у меня уже тут опять голову начало заворачивать, я говорю, подождите, дайте возможность мышце восстановиться полностью, чтобы не было гипотрофии, атрофических каких-то изменений. Вот. И тогда назначаются пациенту препараты, ну, определенные, да, которые будут препятствовать вот этому гипертонусу, этому спазму, и какое-то время пациент испытывает дискомфорт. Многие пациенты даже ждут уже этих 4-6 месяцев, чтобы прийти на ботулинотерапию и наконец-то почувствовать, что они вернулись к жизни, и у них восстановление произошло. Нормальная трудоспособность, и тоже ведь неприятно, когда идет спастическая кривошея, и у него постоянно голова, допустим, заворачивается кзади, и в болт. Конечно, неприятно. Как такому человеку работать? Ему надо, допустим, работать за компьютером, а у него голова постоянно кзади уходит и в сторону. Очень неприятно. Тем более женщине, когда такая эстетическая проблема, или она сидит и подмигивает одной половиной лица, тоже это не очень приятно выглядит. Причем, если назначают препараты, да, для лечения этих гипертонезов, они, конечно, работают, но они работают в разы меньше, чем тот же ботулотоксин. И препараты достаточно тоже токсичные, они непростые, и они влияют и на печень, они влияют и на иммунную систему, вот, и влияют на нервную систему, поэтому тут все неоднозначно, я бы сказала, с такими препаратами. Вообще в неврологии, да, такие препараты используются, и они достаточно такие агрессивные, я бы сказала, хоть и в терапевтических дозах, но также к ним тоже возникает привыкание, иногда эту терапевтическую дозу приходится повышать. Вот, что бы я хотела рекомендовать пациентам, кто отважился на лечение ботулинотерапии, обращайтесь, пожалуйста, можете ко мне обращаться, да, вот, обращайтесь, и вам самое главное рассчитать дозу, правильную дозу, если потребуется введение препарата под электронермиографом, потому что иногда бывает очень сложно найти мышцу, особенно у полных людей, в ту, которая проявляет эту гиперактивность, и ввести именно в нее попасть, потому что здесь же бывает не инсулиновым шприцом и не инсулиновой иглой, а гораздо более длинной иглой, но тоже тонкой, чтобы проникнуть в эту мышцу. Естественно, вводится в мышцу несколько инъекций, особенно в большую мышцу, потому что одним уколом мы никак не инактивируем, инактивируем только ту часть, которую мы вколем, поэтому для того, чтобы равномерно по большой мышце распределилась, делается, конечно, несколько вколов, и уже после того, как проведена вот эта ботулинотерапия, тогда уже можно заниматься и лечебной физкультурой, допустим, спастичность руки уходит, или спастичность ноги. Когда пациенты еще приходят на ботулинотерапию, как правило, все процедуры, стимулирующие восстановление нервно-мышечной активности, проводятся до, так же, как в косметологии, вот говорила Светлана, что все биоревитализации, все пилинги проводятся, потому что они стимулируют восстановление нервно-мышечной передачи. И здесь все эти процедуры, которые мы проводим, там физиопроцедуры, допустим, либо, допустим, витаминотерапию витаминами группы В и так далее, мы проводим до, чтобы не было такого быстрого восстановления, чтобы человек не зря потратил такие деньги на эту терапию. Поэтому все хорошо в меру, и использовать ботулинический токсин можно и нужно, нужно учитывать показания, противопоказания, оценивать общее состояние пациента. Естественно, пациенту в 70 и за 70 при отсутствии ресурсности никто делать ботулинотерапию не будет. Конечно же, нужно осмотреть этого ребенка, насколько, допустим, если в 22 лет показано, насколько ему будет эффективна эта ботулинотерапия, с целью безопасности введения этому ребенку, как родители отнесутся, какой ребенка ресурс, если у него нарушение глотания, если он с зондом, никто не будет ему колоть этот ботулотоксин, чтобы снять спастичность с ноги. Это уже не столь критично. Поэтому, конечно, нужно прежде всего оценивать, оценивать безопасность введения и насколько безопасность введения и эффект будет превышать то, что может у человека какая-то побочная ситуация возникнуть. Елена, спасибо. Ой, Маргарита, спасибо большое. Теперь как раз уже смотрю на Елену, хочется передать слово Елене. Елена. Всем здравствуйте. Врач-гастроэнтеролог Миронова Елена. Что я хотела бы сказать. Косметологи вообще любят направлять пациентов к гастроэнтерологам, потому что при различных гастроэнтерологических заболеваниях, особенно когда есть нарушение всасывания питательных веществ, нарушается кожа, ее меняется цвет, бывает высыпание, шелушение. И косметологи любят проводить лечение комплексное, помимо того, что эстетическая какая-то, вот снаружи кожу обкалывают специальными коктейлями, или направляют к гастроэнтерологу для того, чтобы диагностировать какое-то заболевание или исключить наличие его. И тогда эффект на лицо. Косметолог делает свою работу, гастроэнтеролог восстанавливает здоровье, в основном это женщины, изнутри. И тогда эффект в 100 раз лучше, и он продолжительнее, и качество жизни у женщин, оно тоже улучшается. Ну и хотела бы я поделиться такой интересной информацией, готовясь к подкасту, я нашла интересное применение ботулотоксина в хирургии у гастроэнтерологических пациентов. На самом деле его применяют уже давно, оно набирает постепенно обороты. Единственное, что останавливает применять ботулотоксин достаточно широко, это, естественно, отсутствие какой-то определенной доказательной базы. У нас должна быть доказательная медицина в этом плане развита именно в качестве применения, по теме применения ботулотоксина. Начали его применять, этот препарат нашла одну статью интересную в одном научно-популярном журнале, где исследовали пациентов, у которых была проведена операция по диагнозу морбидное ожирение, то есть это значительное ожирение у пациентов было, они были направлены на операцию по резекции желудка для того, чтобы решить проблему этого ожирения. Когда часть желудка удаляется, то накладываются на желудок степлерные швы, то есть они не зашивались нитками, а степлерами прикалывались. И вот такие степлерные швы пришли к выводу, хирурги, наблюдая пациентов в послеоперационном периоде, приводили к ишемии ткани желудочной, которая защемлялась. И вот эта ишемия приводила к тому, что пилорический отдел желудка, то есть это выходной отдел желудка, через который еда должна уйти в 12-перстную кишку, он спазмировался. Из-за того, что спазмировался пилорус, повышалось давление в самом желудке. И у пациентов в послеоперационном периоде, не так уж отдаленно, появлялись признаки функциональной диспепсии и даже гастроэзофагиально-реплюксной болезни. То есть пациенты стали страдать забросами в нижнюю треть пищевода желудочного содержимого. Повреждалась слизистая нижняя треть пищевода, возникал изофагит, изжога, отрыжка, боли за груди или в верхней половине живота, чего, конечно же, не хотелось наблюдать у этих пациентов, потому что операция была сделана... Итак, пришлось прибегнуть к хирургической операции, не хотелось бы снова оперировать этих пациентов уже на желудке, но только по поводу спазмированного пилоруса. И тогда пришли к альтернативному методу решения этого вопроса. Эндоскопически стали обкалывать пилорический отдел желудка для того, чтобы снять вот этот спазм. Эффекты были потрясающие. В ближайшее время у пациентов уходили симптомы гастроэзофагиально-реплюксной болезни. Почему? Потому что спазм снимался, снижалось давление внутри желудка, и симптомы уходили на нет. Поэтому ботулотоксин, я хочу подтвердить слова своих коллег, в этом плане, если подобрать правильную дозу, и если исключить какие-то сопутствующие заболевания, которые могут быть противопоказанием для применения этого токсина, если этого всего нет, то его можно успешно применять. И он очень помогает жить людям, налаживать свое качество жизни. В гастроэнтерологии ботулотоксин, помимо вот таких состояний послеоперационных, еще и применяет у тех пациентов, у которых есть дисфункция сфинктера Оди. То есть это тот сфинктер, по которому желчь и сок поджелудочной железы попадают в просвет двенадцатиперстной кишки. Когда он спазмирован, то эти секреты с ферментами не попадают в двенадцатиперстную кишку, нарушается пищеварение в самом кишечнике, а в желчном пузыре, и в поджелудочной железе возникают воспалительные процессы из-за того, что ретрооградно забрасываются эти соки обратно в орган, откуда они должны были уйти. Точно так же эндоскопически обкалывается место около сфинктера Оди, этот спазм снимается, и пациент уходит от рисков развития панкреатита, холецистит или даже образования камней в желчном пузыре. Также ботулотоксин успешно применяют при лечении ахолазии пищевода. Ахолазия пищевода – это нарушение моторики пищевода, то есть выборочно обкалывают те места для того, чтобы моторика была более-менее симметричная, и пациент избавляется от боли по ходу пищевода. Они страдают, эти пациенты, даже при простом глотке воды. Такие симптомы уходят абсолютно на совсем, и пациента, конечно, жизнь меняется совершенно кардинально. Также ботулотоксин применяется при лечении анальных трещин, при дисфункции мышц тазового дна, особенно у женщин, и также при гастропорезах. Гастропорез – это снижение перистальтики желудка. Посредством электрографии накладываются электроды, регистрируется низкая импульсация. При гастропорезе пациенты страдают чувством переполнения верхней половины живота, тяжесть, появляется тухлый, неприятный запах изо рта, иногда на языке появляется такой зеленоватый, пышный, такой махровый налет. Пациенты страдают от нарушения аппетита, потому что задерживается содержимое в желудке, оно должно было уйти уже через 2 часа в кишечник, а в результате может стоять до 8 часов подряд. И ботулинотерапия приводит в норму моторику желудка, в связи с этим улучшается процесс переваривания в самом желудке и в кишечнике, не нарушается микробиота кишечника, не нарушается цвет кожи, у пациентов не возникает никакая непонятная сыпь, шелушение и так далее. Поэтому я хочу сказать о том, что если бы он был бы, этот препарат, настолько страшен и токсичен, его бы не применяли в медицине настолько бы широко. Единственное, конечно, нужно делать скидку на сопутствующие заболевания, на противопоказания и, конечно же, на дозу. Спасибо большое, Елена. Ну, сейчас всё-таки хочется возвратиться именно к косметологии с целью красоты и молодости, как нужно правильно подходить к введению данного препарата. Вот этот вопрос я хочу задать как раз Светлане Бехтиной. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер всем. Я врач-косметолог Бетехтина Светлана. Что хочу сказать я по этому поводу? К ботулотоксину, к ботулинотерапии я отношусь очень положительно, но хочу поддержать коллег и абсолютно согласна в том, что ботулотоксин – это всё-таки препарат, который относится к фармпрепарату. Это препарат, который имеет определённую терапевтическую нагрузку и лечебную точно так же. Поэтому ботулотоксин, ботулинотерапия всё-таки относится к процедурам терапии. И полностью согласна и со Светланой, что всё-таки для меня это точно так же. Я всё-таки к ботулинотерапии прибегаю как уже к конечной точке завершения каких-то определённых процедур. начинаем всё-таки приводить в первую очередь кожу в порядок. Я очень тщательно подхожу к анамнезу, потому что в некоторых случаях всё-таки ботулотоксин не работает, как бы ни хотелось, потому что все с нас требуют каких-то стопроцентных результатов от этой процедуры, хотят быстренько прийти, быстренько сделать и больше не прибегать. Но как бы то ни было, это не так. Всё-таки мы работаем с кожей изначально, а потом уже начинаем ботулинотерапию. Маргарита нам уже озвучила, я тоже с ней полностью согласна, как действует ботулотоксин. Они знают неврологи лучше нас. Это разрушение либо вообще блокирование нейронных связей. Ботулотоксин вводится непосредственно в мышцы. И что касается мышц, я по опыту уже точно знаю, что надо чётко понимать, где находятся мышцы, как располагаются мышцы и понимать, что такое компенсаторная функция. Для врача-косметолога это очень важно, потому что если не знать, как работают мышцы, какая компенсаторная функция более выражена, мы можем просто не угадать в результат. Мы можем правильно подобрать дозировку, мы можем правильно иницировать, но неправильно распределив мышечную нагрузку, мы получим просто неправильный результат. Поэтому здесь тоже это очень такой немаловажный момент. Исчезнут морщинки полностью или нет? Это тоже частый очень вопрос. На этот вопрос очень сложно всегда ответить, потому что здесь очень много факторов, которые зависят не от косметолога, не от пациента, а непосредственно от самого организма. Здесь тоже обязательно собираем анамнез, и я всегда уточняю, а может пациентка посещает 5-6 раз в неделю спортзал, а может она активно принимает какие-то препараты, БАДы и так далее. Это всё влияет на сам эффект от терапии. Что касается пациентов, так скажем, возрастных, которые уже зашли за 60-70 даже лет, и у меня тоже есть такие, я с таким пациентом работаю очень-очень крайне аккуратно и стараюсь обходить эту методику, потому что мы знаем, у нас есть такой предмет, у нас сюда был в университете с аналогией, когда мы понимаем, что все дозировки нужно дробить и уменьшать на 3, поэтому она, как правило, не работает. Мышцы в таком активном гипертонусе, всё-таки больше работаем препаратами, которые улучшают качество кожи и увлажняют. Вот по ботулинотерапии я практически не работаю с такими пациентами, это неблагодарная процедура. По поводу мужчин, как подходят инъекции мужчинам или женщинам, да, здесь полностью соглашусь с Маргаритой, дозировки мужчинам нужны более большие дозировки, потому что всё-таки мышечный компонент выражен активнее у мужчин, так я связываю это с тестостероном, и поэтому мужчинам тезировки подбирать индивидуально. И здесь ещё такой момент, мимическая активность и мимика мужчин и у женщин, она отличается. Здесь самое главное не передозировать с мышцами, которые поднимают у нас активно лобные, лобные фронтали с мышцами у нас так называемые, и не передозировать, чтобы не приподнялись брови, не нахмурились брови. Вот здесь чисто уже такой профессиональный момент, и у мужчин и женщин он, конечно, отличается даже не в дозировках, а в компенсаторной функции. Также многие задают, пациенты нам задают такой вопрос, будет ли что-то видно, повредит ли это на дальнейшие какие-то процедуры. Как правило, ещё такой самый распространённый вопрос, когда к нам приходят, это вопрос, не подсаживаюсь я на этой процедуры. Что касается привязанности к данной процедуре, мы бы, скорее всего, здесь больше не к препарату привязываемся, а к эффекту, потому что все хотят выглядеть хорошо, и когда уже мерелаксация заканчивается, мышцы начинают уже полностью отрабатывать свою функцию, и вот здесь мы уже начинаем прибегать опять к новой процедуре. Поэтому вот этот вопрос нам постоянно задаёт, что хочется сказать, что нет, это всё-таки не препарат, это всё-таки наша привязанность к хорошо выглядеть, так скажем. по поводу того, как долго действует препарат, а сколько я смогу проходить после данных процедур, после инъекций, здесь тоже всё зависит от хогмической активности, здесь зависит от введённой дозировки, от того, насколько активен человек или нет. также уже я вот уже повторюсь, что чем чаще мы посещаем спортзал, тем, соответственно, чаще придётся иницировать бутылотоксин. Также ещё очень активно влияет и алкоголь на стабилизацию этого препарата. После того, как, когда пациент уже проницирован, когда он уже испытал этот эффект бутулинотерапии, он уже понимает, что процедуру, которую он будет делать, он уже её будет делать регулярно. Почему? Потому что эффект видит, хочется этот эффект поддерживать. Вот здесь у нас такой возникает тоже вопрос с пациентами, когда пациент говорит, вот у меня 3 месяца прошло, а я уже эффекта не вижу. На самом деле бутылотоксины на конгрессах, вот я часто это слышу, что бутылотоксин вообще на самом деле у нас работает в сканях 3-4 месяца, после чего мышца уже начинает активно работать, но опять же активизация мышцы, всё опять будет зависеть от того, насколько сам по себе активен человек и как часто вообще он инициирует эту процедуру. Поэтому вот здесь я всегда объясняю, что процедура, если даже у вас мышца уже подключилась, она уже начинает выполнять свою функцию, лучше всё-таки подождать 6 месяцев. Для этого у нас есть дополнительные процедуры, которые будут пролонгировать эффект, это есть и биоревитализанты с мерилоксирующими пептидами, и мы спокойно можем продлевать. Ну и также есть и аппаратные методики, и уходовые процедуры, поэтому продлевать. Но раньше 6 месяцев всё-таки я не рекомендую инициировать данный препарат. Что касается токсичности, и многие сейчас и боятся, и уже с Еленой я согласна, что не надо бояться батулинотерапии, всё-таки эта терапия в грамотных руках – это очень хороший инструмент. Ну, так как я ещё и врач интегративной медицины, я как бы к этому вопросу тоже подхожу 50 на 50. Мышцы всё-таки выполняют лимфодренажную функцию, и постоянно мне релаксировать и блокировать мышцы, которые выполняют лимфодренажный отток, всё-таки не рекомендуется. То есть золотая середина тоже должна быть. То есть соблюдаем интервалы, не завышаем дозировки и не иницируем препарат, как только мы увидели, что он уже начинает, что мышцы начинают уже включаться в свою работу. Вот. Елена. Так. Так, что-то у меня прервалось. Так, спасибо, Светлана, большое. Очень интересная информация. Теперь хотелось бы всё-таки узнать, как же ботулотоксин влияет на гоми... вообще в целом на сердечно-сосудистую систему. И этот вопрос хочу задать врачу-гематологу Иван Пилипец. Здравствуйте, Иван. Добрый день, коллеги, уважаемые слушатели. По поводу инъекции и терапии ботулотоксином у меня есть мнение, которое сформировано в принципе в том, что он имеет сходство с огнём, в общем-то можно согреться и приготовить еду, а можно обжечься. Поэтому обжигаться не нужно, нужно посмотреть инструкцию по применению и, соответственно, почитать противопоказания и их соблюдать. То есть в противопоказаниях мы имеем не применять препарат в период беременности, в период грудного вскармливания, в период острых репетиционных процессов, то есть если заболели, никаких инъекций ботулотоксина. И, соответственно, если есть воспаление в месте введения, куда планируется введение препарата. Соответственно, здесь вот эти вещи, конечно же, нужно соблюдать. В общем-то, обязательно, конечно же, вводить их нужно в местах, для того, чтобы это называется, предназначенных в клиниках и специалистами, имеющими, соответственно, подготовку и сертификаты. В общем-то, бывает часто сталкиваются с ситуацией, когда инъекции ботулотоксина вводили неизвестно где и неизвестно кем. Поэтому здесь, в этой ситуации, конечно, обязательно должна быть квалификация специалистов. Например, те, кто принимает участие в данном подкасте, можно смело рекомендовать обращаться к ним. Два врача-косметолога у нас сегодня, Светлана Федяшина, Бехтер Светлана и Маргарита Росова, очень неврологи, тоже активно используют ботулотоксин. Лена Миронова, если бы проблемы с гастронтрологической частью, соответственно, тоже. Вот. С моей стороны, с точки зрения гематолога, конечно же, здесь тоже есть момент, и о нем сказала уже Маргарита, хотела поддержать. Если препарат ПЦНК принимает антикоагулянты или антипреглянты, это аспирин, глобидогрель, сарел, топродакция, реквиз, конечно же, эти препараты стоит отменить перед планируемой инъекцией ботулотоксина, чтобы не было гематомы вместе в введении. Она может случиться, если мы препараты не отменим, и, соответственно, препарат введем. Поэтому, чтобы этого избежать, заранее, заблаговременно, в общем-то, аспирин за недельку так точно, лучше дней за 10 запасом отменить. В общем-то, и я все-таки предлагаю тоже смотреть на ситуацию комплексно. Если пациентка молодая, с точки зрения гематологической, ко мне пациентке приходит, чаще всего, железодефицитной анемии, они сделали инъекцию, а кожа так и осталась бледной, сухой и дряблой. В общем-то, и в этой ситуации, конечно же, взгляд врача и доктора направлен на то, чтобы улучшить ситуацию, посмотреть внутрь, а все ли в порядке с железом, хватает ли данных ферритина, не снижены ли запасы. И, как правило, до 40% женщин, то есть почти каждая вторая, имеют дефицит железа. То есть лечите пациента лучше комплексно, если будем боталотоксин, обязательно проверить анализы, посмотреть, все ли в порядке по лабораторным данным. Если есть снижение ферритина, обратиться к врачу-гематологу, если есть противопоказания какие-то, либо неудачные попытки лечения препаратами железа внутрь, посмотреть применение препаратов железа внутривенно, чтобы ликвидировать. Потому что ферритин принимает участие в синтезе коллагена и, в общем-то, не достичь красоты, выполнив все процедуры, косметологические, невозможно без достаточно хорошего уровня железа в организме. Это фундамент, основа, ключ здоровья, поэтому и красоте женщины. Поэтому с точки зрения взгляда на пациента, нужно на него смотреть полностью. Если собираемся быть красивыми, нужно быть красивыми во всем. по показателям железа, ферритина, и его бутылотоксин терапии, в общем-то, тоже это учитывать. Вот. Ссылки на мои социальные сети будут под описанием этого видео. Если у вас будут проблемы по части анемии, железодефицита, милости прошу, обращайтесь к консультации к личным бесплатным. Спасибо большое, Иван. Ну, коллеги, все-таки хотелось бы сейчас задать вопрос нашим косметологам. Очень часто от пациентов слышу, боюсь колоть ботокс, потому что будет привыкание. Вот первое такое утверждение. Кто ответит? Давайте, Ольга, я скажу. По поводу привыкания, да, есть такое, скажем так, заблуждение у пациентов, что вот, я сейчас приду, начну, подсяду и больше вообще с иглы не слезу, и все. И потом в итоге вообще все это помогать не будет. Здесь, как тоже уже и Светлана сказала, и Маргарита, самое главное, что это соблюдение интервалов. То есть, если мы поставили ботулотоксин, у нас все, да, встало, то есть коррекция не требуется, а через два месяца пациент приходит и говорит, ой, а чуть-чуть начало отпускать, давайте мы еще, и вот здесь нужно сказать нет, потому что нам нужен интервал минимум три месяца, а лучше больше. Потому что если мы будем колоть просто, вот он пришел через месяц, ой, давайте тут добавим, давайте еще добавим, будет просто, ну, черт что. И действительно, тогда просто мы уже добьемся того, что у нас будет мышца резистентна просто к ботулотоксину, и это состояние будет так и называться, ботулинорезистентность, да, и хоть какой препарат кали, хоть сколько доз кали, толку от этого не будет никакого, соответственно, то есть здесь на врача обижаться не надо, да, что вот я пошла, она мне отказала, то есть нет, если отказ в процедуре, значит он обоснованный, то есть и не потому, что врачу так хочется просто ему лень колоть, да, а просто потому, что так положено, то есть это протокол процедуры, то есть носкость ботулотоксина в норме где-то от 2 до 6, в редких случаях до 9 месяцев, то есть в среднем это 4-5-6 месяцев, но опять же, да, зависит от человека, от размера мышцы, от активности мышцы, вот, поэтому через 2 месяца, если человек приходит и говорит, что а вот у меня все вышло, и давайте еще, нет, интервалы соблюдаем, то есть минимум 3 месяца, и 3 месяца мы считаем, особенно если была, например, коррекция, да, то есть коррекцию мы делаем через 3 недели, то есть поставили в первой процедуре, то есть вроде единички все хорошо, но чуть-чуть где-то что-то не достало, например, там, да, во лбу, через 3 недели мы проводим коррекцию, и вот от этой даты мы считаем минимум 3 месяца до следующего раза, не раньше, то есть если соблюдать вот такие в целом простые правила, то резистентности можно не бояться, да, и привыкания, что вот я там подсяду, да, то есть тут привыкнуть можно только просто, к гладкому ловику, да, к красивому своему внешнему виду, да, не к игле. Отлично, следующий вопрос от наших зрителей. Очень часто задают вопросы о том, что если начинаешь колоть ботокс, да, ну и гиалуроновую кислоту, безусловно, сюда приписывают, то лицо становится тяжелым, отечным. Вот, Светлана. Здесь я полностью соглашусь, что в некоторых случаях оно так и случается, это процедуры не по назначению, так как у нас сейчас рынок переполнен косметологами, и у нас выбирают по Инстаграм, по Контакту и так далее, поэтому посещают косметологов и выбирают сами себе процедуры, а не по назначению доктора. Ботулинотерапия, я уже тоже сказала, так как это все-таки мы расслабляем мышцу, мышца выполняет лимфодренажную функцию, мы все-таки отключаем лимфодренажный коллектор, поэтому, соответственно, лицам склонным к отекам, естественно, мы и вызываем этот отек. Ну и сама по себе гиалуроновая кислота. Все-таки это тот препарат, который является гидрофильным, он притягивает воду, и опять же лицам склонным к отечности мы вызовем отечность на введение гиалуроновой кислоты. А если еще и в дуэте бывает такое, я так встречалась с такими случаями, когда пациенты рассказывают, а я в одну процедуру сделала ботулинотерапию и инициировала, к примеру, гиалуроновую кислоту. Ну, естественно, отек мы получим за это 100%. Поэтому все-таки процедуры нужно разграничивать во времени и инициировать. Сначала все-таки работать, если мы работаем с кожей, мы работаем с кожей, а ботулинотерапией мы уже заканчиваем, потому что и действие каких-то, воздействие каких-то методик после ботулинотерапии снижает эффективность ботулинотерапии, и сама по себе процедура, она уже будет не так эффективна. Поэтому я здесь полностью согласна. Отлично, спасибо большое. Коллеги, ну вот все равно сейчас достаточно странно, да, с чего я и начала сегодняшний подкаст, от многих врачей слышать, ну, что вот мы категорически против. Причем вот когда каждый из вас высказывался, да, многие говорили про то, что мы против, если это будет без показаний, да, без какого-то сертификата нужного, что человек, который не является врачом, да, делает эти инъекции. Но почему-то сейчас некоторые все-таки специалисты выступают, что против, что все-таки вот лицо ботоксом трогать нельзя. Это же токсин, и мы его намеренно вводим, соответственно, в кожу, да, в ткани. И мне кажется, это такая определенная проблема, потому что у женщин действительно возникает, ну, такое чувство, ну, что вот все, да, есть токсины. Я достаточно часто встречаю пациенток, которые реально боятся. Я говорю, а почему вы боитесь? Потому что я прихожу к косметологу, мне сразу говорят, тебе надо колоть, да, колоть ботокс, колоть там гиалуроновую кислоту, и это действительно страшно. И вот хотелось бы от вас услышать все-таки рекомендации, как вы бы посоветовали именно прийти к инъекционной косметологии. То есть потому что у людей много страхов. Страхов, что вот сейчас мне сделают инъекцию, уже сегодня говорили, да, про опущение века, про то, что, возможно, какие-то будут неврологические, да, проблемы после инъекции. То есть вот как пациентке, ну вот, правильно подготовиться к этому? Кто ответил? Ну, смотрите, что я хочу сказать по этому поводу. Значит, как подготовиться? К этому подготовиться очень сложно. Если пациентка решила уже, что она дошла до возраста, до того момента, когда ей уже необходимо, она в любом случае это сделает. И она это может сделать как у врача, так и не у врача. Если уже пациент приходит, непосредственно попадает, к примеру, ну, к доктору, доктор все-таки изначально не начнет с инъекций. Доктор сначала начнет, мы уже здесь этот момент уже озвучили, что все-таки мы начинаем подготавливать кожу, а потом уже переходим в эту линотерапию. Значит, еще один момент какой. Больше-то наших пациентов боятся не иглы и не инъекции, они больше боятся того эффекта негативного, которого они уже и посмотрели у нас сейчас это все распространено, у нас сейчас это можно и увидеть, у нас сейчас есть и блогеры, которые показывают, и которые против инъекционных методик, показывают это и презентируют это нам все в средствах массовой информации, как это плохо. Все-таки психология, это дело такое, сработает, как говорится, поэтому все-таки боятся больше не ботулотоксина, не боятся ни доктора, а тот, кто будет это делать, а боятся непосредственно негативного эффекта, который они получат. Ну и вот здесь уже нужно подключаться нам, работать уже, если есть в этом показания, если, к примеру, пациент просит меня, к примеру, там убрать, как она говорит, убрать, мне нужно убрать морщинки межбровные, я понимаю, что никакими методиками я ей не смогу убрать эти морщинки, я это буду доводить, но там уже, конечно, дело выбора за пациентом, но в любом случае мы должны все-таки объяснять, разговаривать и договариваться. Договариваться о том, что не все, все, что вы видите, это плохо, и все, что мы иницируем, это тоже плохо. Поэтому, конечно, сейчас очень много, и я сама сталкивалась с такими, и сейчас очень много и препаратов, которые не сертифицированы, и которые инициируют без высшего образования, поэтому вот этого и боятся в большей степени. Поэтому с этим нужно работать. Отлично. Хорошо, коллеги, тогда у меня встречный вопрос. Можно ли справиться с морщинами, кроме ботокса и пластической хирургии? Существуют ли какие-то другие методы? Потому что немножко сегодня наши зрители так поднапугались, так сказать. И, кстати, действуют ли крема против морщин, которых сейчас в огромном количестве продаются в магазинах от как раз-таки избавления от мимических морщин, вообще в целом от признаков старости на лице? Ну, с уходом здесь тоже такой момент очень сложный, потому что, скажем так, у нас есть очень большой сегмент масс-маркета так называемого, и аптечные косметевтики есть более дорогой сегмент, люксовый, премиальный какой-то косметики, есть профессиональный уход. И, конечно, взять из каждого сегмента банку и сказать, что вот, но здесь же везде гиалуронка, и везде она будет увлажнять, а почему я должен платить больше? То есть, тут нужно понимать то, что, во-первых, без ухода, нет смысла ходить к косметологу. То есть, это первое, потому что нету такого, что вот давай, вот, я буду ходить колодца, и ничего больше делать не буду. То есть, такой вариант не прокатит вообще ни в каком виде, потому что без грамотного, выстроенного, рутинного, ежедневного, да, ухода утра-вечер толку не будет. И, соответственно, опять же, с другой стороны, полагаться на одни кремы, да, что вот, я буду мазаться, да, и больше там ничего, никаких процедур делать не буду, тоже, конечно, нет, да, потому что все-таки уход действует достаточно поверхностно, да, то есть, даже если мы говорим про ту же гиалуронку, опять же, да, то есть, она будет в каждом креме, да, разного сегмента, разного качества, это разное сырье, разный актив, опять же, какая молекула, да, в этой гиалуронке будет, да, чтобы она заполняла, скажем так, да, эти морщинки, то есть, высоко молекулярная, среднемолекулярная, да, то есть, зависит от размера молекулы, то есть, чем она крупнее, такая крупно молекулярная, да, то есть, она, соответственно, глубоко не провалится, то есть, и она будет как раз вот именно эффект так называемого филлера, да, как крему многие называют, да, вот эффект филлера гиалуронового, то есть, но это именно поверхностная история, то есть, конечно, лучше, чтобы в составе, да, было там и низкомолекулярное в том числе, да, чтобы она действовала поглубже все-таки, но опять же, да, то есть, это не панацея, что нужно только мазаться, да, и не колоть ничего, но тоже, так же, как и уже Светлана тоже говорила, все должно быть по показаниям, то есть, есть очень люди склонные к отекам, да, и заливать их, да, условно гиалуроновой кислотой, это просто нецелесообразно, выглядеть это будет ужасно, и создаваться будет ощущение, что, ну, человек употребляет, да, напитки определенного градуса, да, просто беспробудно, то есть, и выглядеть это будет отвратительно. Поэтому, вот здесь ситуация такая, то есть, уход нужен, и косметология в том числе, также нужна, то есть, просто все это должно быть по показаниям, это самое главное. Ну, и хочу дополнить по поводу первого вашего вопроса, можно ли убрать морщинки без ботулотоксина? Да, морщинки без ботулотоксина убрать можно, но смотря какие. Если это морщинки, которые располагаются в эпидермисе, и мы можем поработать, то есть, в верхних слоях кожи, и мы можем поработать это какими-то смежными процедурами, аппаратными методиками, либо уходовыми процедурами, то, соответственно, конечно, мы можем эти морщинки убрать. Если мы понимаем, что триггер данных морщин, это мышцы, и мышцы в гипертонусе, и это уже мышца, морщина, вернее, не сформирована уже десятилетиями, то, соответственно, конечно, мы без ботулотоксина, мы ее брать не сможем. То есть, первая очередная, все-таки мы работаем, задача, это работаем с причиной, мы расслабляем все-таки мышцу, а потом уже и начинаем работать уже с... Бывают некоторые морщины, они уже как шрамы сформировались уже от многолетних, длительных таких компрессий, поэтому, естественно, мы ее уже не сможем, как-то инактивировать с помощью уходов, а только с помощью ботулинотерапии. Здесь все нужно, естественно, смотреть прицельно, аналитность собирать и работать вот с такой проблемой. Коллеги, еще за... Поскольку у нас сегодня тема вообще красота и молодость в целом, много говорили про ботекс, а вот хотелось бы задать вопрос про, соответственно, аппаратную косметологию, да, вы занимаетесь как раз-таки аппаратными методами косметологии, вот на что нужно обратить внимание, потому что сейчас мы столкнулись с тем, что многие аппараты, достаточно дорогостоящие, да, не имеют лицензирования, и мы получаем серьезные ожоги, соответственно, какие-то там высыпания потом на коже, ну, чаще всего ожоги, какие-то аллергические реакции, то есть вот на что обратить внимание в аппаратной косметологии и для чего чаще всего... Понятно, что аппаратов много, но вот опять же к вопросу, когда ботекс, когда аппаратная косметология? Ну, здесь какой момент, значит, когда мы выбираем аппарат, какие, вернее, аппаратные методики мы выбираем перед ботулинотерапией, значит, работаем, ой, здесь, значит, арсенал такой очень обширный, начинаем работать и с микротоковой терапией, я очень люблю микротоковую терапию, я практически все процедуры начинаю с микротоковой терапии, здесь очень такая физиотерапевтическая процедура, очень полезная, поэтому я все начинаю с микротоковой терапии. Микротоковая терапия, так же, как и любой аппарат, она должна быть сертифицирована, аппарат должен иметь реакцию удостоверения, это должно быть изделие, все-таки аппарат медицинского назначения. Потому что полярность имеет очень большую роль, организм у нас точно такая же физика, поэтому все должно быть с реку удостоверения. РФ лифтинг, пожалуйста, игольчатый сейчас есть РФ лифтинг. Естественно, чем более выраженные проблемы, тем в арсенал мы уже начинаем собирать методики с более активным подходом. Начиная, как я сказала, с микротоковой терапии, РФ есть инвазивный, есть неинвазивный РФ, СМАС, вот сейчас СМАС лифтинг применяется очень активно, я очень активно работаю с О2 лазером. Но опять же, здесь все надо также подходить, исходя из все-таки выраженных проблем. Если уже заломы, те, которые мы не можем корректировать непосредственно токсином, мы уже начинаем дополнять методиками аппаратные. Но опять же, начинаем все с аппаратов. Игольчатый РФ, коллаген-стимулирующая процедура, СО2 лазер, это очень хорошая шлифовка и также коллаген-стимулирующая процедура. То есть мы сначала корректируем вот эти глубокие заломы, а потом уже работаем непосредственно с самой мышцей. Коллеги, отлично, очень много полезной информации. Ну и напоследок хотелось бы от каждого из вас, для наших зрителей, услышать рекомендации, которые вы хотели бы сказать напоследок каждому нашему зрителю. Я бы хотела сказать, что самое главное это не бояться, то есть просто грамотно подходить к выбору специалиста, чтобы это был врач, чтобы это была клиника, а не где-то, как сейчас модно говорить, в подвале девочка с курсами двухнедельными, если дай бог хотя бы две недели, и уже со шприцом в руках. То есть это, конечно, недопустимая вся история, то есть кто работает на дому, тоже это большой вопрос. Хотя тоже я лично знаю, то есть врача, который, вот, да, косметолог, но она принимает именно на дому, то есть вот со всеми инъекционными манипуляциями. То есть тут уже, вот, ну, тоже у нее своя база есть, как бы, да, и ничего не сделаешь. Вот, но все-таки мы проводим достаточно такие местами агрессивные какие-то, да, манипуляции, та же аппаратка, те же инъекции, то есть контакт с кровью так или иначе. Поэтому правила, да, асептики, антисептики, да, условно, а в квартире будет там кот, собака и как это все будет между собой, да, сочетаться, это большой вопрос. Поэтому лучше все-таки это кабинет, да, и чтобы вы были уверены в специалисте, в враче, то есть по рекомендации, да, соответственно, очень многие ходят. То есть это правильно, да, то есть потому что тут вы уже точно уверены, да, что вы не попадете к кому-то, да, просто вот с улицы. Вот, поэтому самое главное, да, то есть просто настроиться, да, и доверять, да, врачу, потому что идти с настроем, что вот меня сейчас будут обманывать, меня будут разводить на деньги, мне тут будут колоть там непонятно что, то есть вот с таким настроем, конечно, наверное, не стоит. Вот, а идти просто с хорошим настроем, да, с хорошим настроем получить процедуру, да, консультацию в первую очередь, да, то есть подготовиться к сбору анамнеза глубокого, да, потому что ни один врач не будет проводить никакие манипуляции, не собрав полностью, да, там, аллергологический анамнез, да, то есть по соматическим каким-то заболеваниям, то есть потому что в косметологии куча противопоказаний, и, соответственно, не обижаться на врача, если врач отказывает в процедуре, он это делает не просто так. Можно я теперь скажу. Поддержка у наших уважаемых докторов-косметологов, я хочу сказать, каждый выбор, конечно, каждого, женщины или мужчины, делать те или иные процедуры, ботулинический токсин, гиалуроновую кислоту, аппаратные методики и так далее, но в наше время, имея такой арсенал косметологии, наверное, даже стыдно ходить с морщинами в некоторых местах, и все-таки нужно обращаться к врачу-косметологу для того, чтобы иметь эстетический вид. Многие работают лицом, именно представляют лицо, и сейчас это достаточно стыдно. Но сейчас уже мужчины пришли к эстетике, допустим, маникюр начали на руках делать, да, а не с траурной каймой ходить. То же самое относится к лицу, что сейчас нет ничего тут такого ужасного, что если мужчина приведет свое лицо в порядок, и не будет у него таких выраженных заломок, и лицо не будет похоже на печеное яблоко или какой-нибудь финик засохший, и это достаточно будет эстетично и приятно с таким человеком общаться. Что хочу сказать, да, действительно, выбирайте доктора, выбирайте специалиста, который использует эти методики в своей работе, и обращайтесь к специалисту. Вот у нас два прекрасных косметолога, за всеми консультациями к ним, пожалуйста, приходите. Что касается неврологии, можете обращаться ко мне, консультация моя бесплатна. Ссылка на мою консультацию будет в описании к данному подкасту. Приходите, обсудим, обсудим единицы, какое количество препаратов вводить, нужно ли по показаниям, обсудим противопоказания. И ничего нет страшного в проведении бутулинотерапии, абсолютно ничего. Поверьте мне, я работаю с ней 15 лет. И нет таких страхов, которые вам рассказывают, что это токсин, что это так ужасно. Но иммунная система может реагировать на любой белок. Вы можете поесть рыбу и попасть в реанимацию. У меня был такой коллега, который был в Египте рядом с его какими-то бобами, были морепродукты, он этого не заметил, и попал в египетскую реанимацию. Поэтому, если не попробовала и не знаешь, будет аллергия или нет на этот препарат, то никогда и не узнаешь. Не надо бояться. За 15 лет работы с ним я ни разу не видела аллергической реакции. Может быть, мне, конечно, повезло, но я не видела. И дай бог, дальше я никогда не увижу, потому что на самом деле аллергические реакции достаточно страшные вещи. И поэтому еще раз призываю делать это в клинике. В клинике находятся все необходимые медикаменты для того, чтобы убрать явление, проявление анофилактического шока, самого страшного, грозного осложнения. И вам окажут помощь. И, конечно, я долгое время работала токсином, работала в большой больнице, где я всегда говорила, если что, у меня реанимация на четвертом этаже. В крайнем случае, не дай бог, конечно, никому. Поэтому, конечно, это нужно проводить в клинике под присмотром врача, потому что все-таки это белковый природный препарат. Относиться к нему с уважением, с осторожностью. Но в грамотных руках это абсолютно безопасно и эффективно. Я хотела бы со своей стороны сказать, что, уважаемые слушатели, если вы пришли в кабинет косметолога, не раздражайтесь, если косметолог, прежде чем начать процедуру, вас тщательно расспрашивает. Наверное, должно быть подозрительным, если вам дали бумажку, в которой есть много вопросов, вы подчеркнули «да» и «нет». И косметолог, даже не глянув в эту бумажку, не ознакомившись и дополнительно не задав какие-то вопросы, сразу уложил вас на кушетку и просто спросил, что вы хотите сделать. И в ответ просто наколол вас тем, что вы хотели. Действительно, выбирайте, грамотно подходите, тщательно, щепетильно, не торопясь, наверное, к выбору косметолога. С медицинским образованием обязательно. Медицинское образование дает косметологу большие возможности, огромное понятие о том, что, где находится, куда вколоть и какие это последствия может иметь. Грамотный косметолог вам всегда грамотно расскажет. Некоторые косметологи, я знаю, даже почти лекцию читают пациентам. У них развешанные плакаты в кабинетах с указкой, прежде чем что-то сделать, объясняют. Но это еще нужно для того, что я тоже за то, чтобы с пациентами общаться, чтобы с ними разговаривать, чтобы им объяснить, почему вам предлагается процедура именно эта, а не то, что вы хотите. А то, что вы хотите, может привести к таким последствиям или к такому результату, возможно. И поэтому, да, не нужно обижаться, если вам отказали в процедуре. Скорее всего, грамотный, опытный косметолог, такие, как у нас здесь представлены сегодня, очень приятно было пообщаться, очень много полезной информации. И я узнала, и я думаю, вы слушатели, вам предложат какое-то альтернативное решение, как, например, применение ботулотоксина в хирургической гастроэнтерологии, когда не приходится пациентов дополнительно укладывать на операционный стол, а, возможно, эндоскопически обколоть проблемный участок и избавиться от нежелательных послеоперационных каких-то последствий. Поэтому, если и не надо также удивляться, если вдруг косметолог вас направил к врачу для дообследования, прежде чем что-то делать, лучше не поторопиться, лучше затратив месяц или два, прежде чем что-то сделать, но зато вы точно будете знать, что с вами ничего плохого не случится, вы обезопасите и себя, и косметолог будет уверен в том результате, который он вам гарантирует. А если вас беспокоят дискомфорт и боли в животе, непонятное высыпание на коже, это может быть связано с нарушением микрофлоры в кишечнике, вы можете обратиться на мою онлайн-консультацию, она бесплатная, ссылка будет под этим видеоподкастом. Всем здоровья! Коллеги, кто следующий? Светлана. Ну что хочется пожелать? Хочется пожелать клиентам все-таки грамотно подходить к этому вопросу, к вопросу своего омоложения, к изменению внешности. И знаете, зачастую какие-то дефекты, которые мы видим на лице, и которые мы хотели бы скорректировать при помощи косметолога, вот зачастую бывает так, что все-таки это дефекты не косметологические. Здесь все-таки хочется прибегать к смежным специалистам. Это к терапевтам, к гастроэнтерологам, к гематологам. Очень много сейчас анемичных женщин, очень много с анемией. Сейчас у нас век марафонов, покупают различные марафоны. Очень много худеющих девочек. Из каждого утюга мы слышим, мы худеем, мы худеем. И прибегаем потом к косметологам с той проблемой, что у нас и показатели крови, и желудочно-кишечный тракт все страдает. Поэтому все-таки я всех всегда также призываю своих пациентов, прежде чем заняться кожей лица, нужно все-таки заняться своим здоровьем. И системой детоксикации, и желудочно-кишечный тракт приводит в порядок, потому что акне мы лечим только в дуэте с гастроэнтерологами практически и с гинекологами-эндокринологами. Поэтому очень важно свое здоровье все-таки содержать в достойном виде. И не нужно бояться также процедур, батулинотерапии не нужно бояться. Бояться нужно все-таки не сертифицированных препаратов, бояться нужно специалистов, о которых мы не знаем ничего. Вот этого нужно бояться. А сейчас уже очень много. Действительно, вот и Маргарита сказала, стыдно уже ходить с таким арсеналом косметологических процедур. У нас очень большой арсенал препаратов, аппаратов. И поэтому мы можем себе привести в порядок с помощью косметолога, но вот так же прибегая за помощью и к другим смежным специалистам. Поэтому желаю всем красоты, будьте красивы и будьте внимательны с выбором. Я в свою очередь хотел бы поблагодарить всех участников замечательного подкаста. Очень прекрасные специалисты, замечательные доктора. Каждого можно порекомендовать. В общем-то, чтобы к нему обращались с вопросами по поводу блюнотерапии, по другим вопросам. У нас было два замечательного, это человек-косметолога, Светлана Федяшина, Светлана Бехтова, Маргарита Росова, невролог. Ботулотоксин тоже используется и в неврологии активно. В общем-то, Елена Миронова замечательная представила данные по применению ботулотоксина, в которой я вот так глубоко не погружался. Применение ботулотоксина в гастроэнтерологии тоже было очень-очень для меня интересно. В общем-то, вывод из сегодняшнего подкаста следующий, что залог успеха, хорошего результата – это грамотный специалист, доктор, который приведет к этому результату, определит, что нужно пациенту, с какой периодичностью, дозу, наименование препарата и, в общем-то, даст все необходимые рекомендации. Поэтому всем рекомендую обращаться к специалистам, кто принимал участие в этом подкасте. В общем-то, если у вас возникли проблемы с аномией, железодефицитом, кофельная моя тема, в общем-то, ссылка будет под описанием этого подкаста. Я вас попрошу, пожалуйста, на бесплатную консультацию обращайтесь. Будьте здоровы! Коллеги, всем огромное спасибо. Дорогие зрители, от себя хочу пожелать вам, ну, во-первых, не стоит просто чего-то бояться, стоит вовремя обратиться к грамотному специалисту и получить специализированную медицинскую помощь. Еще раз присоединяюсь к коллегам, что не стоит покупать какие-то марафоны, особенно, мне кажется, бич современных марафонов – это различные гимнастики для лица, да, вот всякие курсы, которые ведут абсолютно люди, не имеющие ничего общего с медицинским образованием. Поэтому обратитесь к врачу, и врач предложит вам разные варианты дальнейшей работы. Я всегда говорю только про это. Если вам не подходит, вы не хотите, допустим, прямо сейчас делать какие-то инъекции, вы скажите о своем страхе, скажите, чего вы боитесь и чего вы хотите добиться вследствие той или иной процедуры. И действительно, врач окажет вам нужную помощь. Сегодня вы видели потрясающих специалистов, я крайне рекомендую обращаться к ним, так как все, как я еще раз повторюсь, являются врачами, имеют огромный опыт работы и ежедневно делают вас моложе, красивее и избавляют от боли. Поэтому обращайтесь, ссылочки будут на их страничке в описании под этим видео, и получайте квалифицированную медицинскую помощь. Ну, а мужская мощь на страже мужского здоровья. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем большое спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.